Алло, давайте Богу вас дадим аплодисменты. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте благословением первенства в эту эпоху 237 стран в основе 10 тысяч верующих. Да, вот мы с вами собрались в этом месте. Мы тут все по-новому сделались. Благодарю. То есть практически три месяца это заняло. Практически мы все поменяли. Значит, сделали ремоделинг вообще зала. Потом музыкальную систему, видеосистему. Все сделали по-новому. И как мы с вами молились, чтобы мы могли открыть эпоху для 237 стран. Для того, чтобы люди, чтобы вести служение и онлайн, и вживую. Поэтому вот мы подготовили разные системы. И вот если вы посмотрите сзади, то сейчас подготовили больше десяти кабин для перевода. То есть мы сейчас готовимся к новой эпохе. Для того, чтобы в будущем мы могли получать использование. И спасибо Богу за эту возможность. И вот я видел, как это все происходит. И вот в сердце у меня благодарность. Потому что стою перед Словом и следую за Словом. И вот наши все лидеры простых верующих, они вообще практически ничего не сказали. Хотя, конечно, были разные мысли. И все вот эти наши лидеры простых верующих, они... Вот я видел, как они стояли пред Богом и следовали за Словом. И верующие наши так же само. Вот. В сердце у них 237 стран. Поэтому я смотрел на наших верующих. Я очень благодарил. Я подумал, вот, да, вот действительно наша церковь получает благословение. И вот так же та команда, которая была ответственна за вот этот ремоделинг, они каждый день собирались, молились и прилагали усердие, жертвенность. Но сейчас вот если посмотреть на состояние, оно нормально, правильно? Ну, вот кто-то говорит, да, нет, не очень. Ну, хотя вот сейчас смотрю, вот, видео уже лучше. И вот другие составляющие, да, действительно очень хорошо. Да, возможно, ну, поначалу будет немножко неудобно. Ну, потому что это, ну, как бы, все новое, непривычное. Но в процессе ко всему свыкнемся. И вот мы, вот мы, вот, особенно в прошлом деле, постоянно готовились к тому, чтобы вовремя начать здесь богослужение. И все ответственные за, там, за видео, за музыку, за рождественные моменты, они, чтобы успеть вовремя, до самого поздна оставались. И вот даже вот сейчас, это скамейки, на которых вы сидите. Вчера вечером еще, ну, все готово не было. Ну, ну, вот вечером, вот с вечера до утра уже полностью все завершили. Благодарю за это. Да, все, кто был связан, вот, с этим ремоделингом, за тем, те, кто проявляет жертвенность, я благодарю. Да, и давайте Богу возводим аплодисменты, как слава за все, что Он сделал. Благодарю. Вот я видел, как оно все происходило. И вот я увидел, как сердцами людей Бог управлял, Бог приводил в движение сердца людей. И вот я увидел, как из-за этого люди проявляли жертвенность также. И вот один пресс-фитер, на прошлом деле он отправил мне сообщение в какао-ток, и он отправил одну фотографию. То есть это был какой-то, как подарок. Значит, вот один человек, он, наверное, подаренные или купленные кольца, потом цепочки, он как бы отдал это как пожертвование. И вот я подумал, ничего себе, Бог даже такое готовит. Вот настолько есть люди, которые, люди, вот есть люди, которые жизнь полагают, слезы проливают ради Божьего дела. Вот я увидел таких жертвных людей. И еще на прошлом деле в среду тоже получил сообщение. Он, это не наш верующий, он из города Куанчжу. Но он говорит, что я слушаю ваши воскресные проповеди, и я получаю благодать. И вот он говорит, что я, я тоже, я тоже хочу дать пожертвование ради того, что в церкви Хана подготовили видео, звуковую систему. И вот он говорит, пастор, можно я так сделаю? И вот, ну не в нашей, а в корейской брошюре, там есть банковский счет именно вот этой вот команды, которая ответственна за видео, за звук. И у тебя я ему отправил. То есть, ну конечно, мы члены этой церкви, сердце наше в этой церкви, но настолько Бог, Он действует, что даже люди с других церквей, они участвуют. И из-за, вот, если у кого-то будет сердце относительно Божьего дела, и он будет жертв, то, конечно же, Бог, Он благословит. И вот есть одна диакониса, она тоже не с нашей церкви. И вот она тоже отправила пожертвование. Она даже не в корее, она на месте миссионерства. То есть, мы начали готовить вот эту новую аудио-видео систему, и вот Бог вот так через разных людей начал благословлять. То есть, я увидел, что Бог, Он сердце каждого человека в отдельности приводит в движение, управляет сердцем. И если церковь, она своим направлением взяла Божье направление, если она совпадает с Богом, тогда обязательно будут те люди, которые будут использованы в церкви ради Божьего служения. И вот я увидел, что действительно, когда у нас есть сердце относительно Божьего дела, молитва, если мы прилагаем не к ужертности, тогда Бог, Он вот так вот использует нас. Я когда только стал главным пастором, и я преподносил первое богослужение, вот тогда пастор, пастор Регуанцо, он дал, вот он дал слово, что церковь, которая церковь, которая стоит на важной дороге, на важном пути. И вот я потом ухватился за это слово, и первую проповедь подготовил именно на эту тему. И я верю, что то слово, которое тогда провозглашалось, оно и будет свершаться в будущем. То есть церковь, которая стоит на правильной дороге, в правильном месте, это та церковь, которая совершает миссионерство в 237 странах. Это та церковь, которая воспитывает подрастающее поколение, ремнольд. Обязательно Бог благословит эту церковь. Ведь Бог, Он уже дал завет, и Бог этот завет свершает. Бог дал нам завет в 237 стран, и наши потомки, которые готовятся ради осуществления этой миссии, обязательно Бог благословит и будет использовать такую церковь. Я в это верю. Да, вы, пожалуйста, молитесь. Потому что наша церковь, ну, мы готовимся, чтобы стать главными действующими лицами, евангелизация в 237 странах, и затем ремнанты наши, ремнанты наши, они должны стать главными героями от миссионерства, евангелизации. И, ну, Богу нашу церковь сделал вот такую вот ответственность за движение ремнант, и Бог, Он потихоньку совершает Своё Слово, которое нам дал. Значит, вот 17, примерно 18 лет назад наша церковь переехала в этот район. Значит, мы хотели в одном районе, но Бог, Он поменял и нас отправил в этот район. То есть здесь начала 18 лет назад строиться церковь. И когда люди, они только приехали посмотреть на новопостроенную церковь, они говорили, вы знаете, ваша церковь похожа на отель. Но тогда было слово, которое было провозглашено. Вот я до сих пор его не могу забыть. То есть Бог, Он сделал так, что мы начали строить церковь, и от ножа. И вот тогда я ухватился за слово, что Бог, зная сердца наших верующих, дал нам это здание церкви, эту церковь, как подарок. Потому что вообще-то бюджет строительства, Он не мог позволить себе построить именно вот такого масштаба церковь. И тем не менее, вот как-то Бог, Он удивительно всё сделал, и финансы дал, и потом вот это место, о котором мы вообще не знали, Он это место подготовил. И почему мы это восприняли как Божий подарок? Да потому что у нас было сердце относительно миссионерства. И церкви, которая находится внутри библейского метода проповедования, Бог, Он всегда использует церковь ради того, чтобы начиналось миссионерство по всему миру. И Бог нашу церковь использует сейчас. И вот, значит, вот наша церковь, она сейчас получает использование, через нашу церковь открывается много дверей для миссионерства вот в нашей главной организации. Поэтому, вот я вижу сейчас, смотрите, от момента строительства, 17-18 лет прошло, и вот сейчас вообще новая эпоха, то есть пришла та эпоха, которую мы даже себе представить не могли. Ну, сами посмотрите, через эту корону вот всё сейчас глобализировалось просто, всё глобализировалось. То есть вот сейчас действительно настала новая эпоха, новое время. И вот в это время очень важно понять, что Бог хочет, чтобы мы подготовили в такую новую эпоху. То есть Бог, Он сейчас готовит в нашей церкви систему, чтобы охватить 237 стран. Потому что в будущем будет всё, конечно же, вживую, но в онлайн будет множество. И вам необходимо и бизнес свой, и церковь необходимо подстроить под это, подстроить под вот эту онлайн эпоху. Потому что та церковь, тот бизнес, который не будет подстроен под онлайн, он не сможет выжить. Потому что чем больше будет проходить времени, тем больше всё будет склоняться к вот этому бесконтактному, к онлайн. Вот сами подумайте, могли бы мы вообще представить 20 лет назад, что вот такая эпоха откроется. Но на самом-то деле Бог, он давным-давно уже говорил про вот эту бесконтактную эпоху. Но сейчас просто Бог через корону, он вот такой полностью, он открыл эту бесконтактную эпоху. Значит, если мы посмотрим, то Бог, он израильский народ отправил в рабство, в плен и сделал их колонией. Но израильский народ, они просто думали, что ну вот мы как рабы в Египте, ну вот мы как пленные. Но Бог, Он, имея важное, специально допустил вот эти все происшествия. Для чего? Чтобы открыть эпоху 237 стран. Потому что в те времена сильные страны, они влияли на весь мир. Поэтому Бог, Он, Израиль, специально вот в это делал рабами этих сильных стран, пленными этих сильных стран, колонии сильными стран. Почему? Потому что чтобы Израиль проповедовал 237 стран по всему миру. Но израильский народ не мог на это открыть глаза. А Бог, Он специально использовал эти сильные страны. Почему? У Него был план на эти сильные страны. Поэтому Бог, Он специально Божий народ отправлял в эти сильные страны, чтобы они евангелизировали мир через эти страны. Вот посмотрите на историю церкви, на историю Библии. Вот всегда, вот если мы посмотрим Библию, Израиль был окружен сильными странами. И вот эти вот сильные страны постоянно нападали на Израиль. То есть были войны постоянно. То есть как только появлялась какая-то сильная страна, она сразу же воевала с Израилем. Ну вот это история Библии. Потому что это Божий метод. Это для 237 стран. Вот в тот момент, когда мы откроем на это глаза, тогда придёт ответ эпохальный. Потому что самый главный ответ Библии — это евангелизация 237 стран. Вот, вот смотрите, вот, когда была Первая мировая война, Вторая мировая война, вот, были вот эти сильные, да, державы. Но сейчас, но, да, вот, в то время вот эти были сильные страны, державы. Их было много. Но знаете, что тогда Бог сделал? Тогда Бог вообще Израиль пораскидал по всему миру. То есть раньше их просто атаковали, а теперь Бог их пораскидал по всему миру. Почему? Потому что это Божий метод спасти всех людей. Я ещё раз вам скажу. Абсолютный Божий план. Где находится? В спасении 237 стран мира. И поэтому вот наша церковь сейчас готовит систему, видео, аудиосистему. Мы бросаем вызов для того, чтобы открыть эпоху для 237 стран. Для того, чтобы... Потому что пойти в 237 стран мы не можем. Но это возможно через медиа, то есть через онлайн и через материалы. Вот, медиа-материалы. Поэтому нам сейчас надо ради этого готовиться. И необходимо сейчас получать это благословение. Поэтому вы... Вот посмотрите на нашу церковь. Да ну и я тоже так. И вы, давайте мы вместе бросим вызов. Потому что сейчас вот открылась вот эта эпоха. Поэтому надо бросить вызов. Поэтому вот Бог, Он, имея в виду эпоху для 237 стран, сейчас Он вот готовит нашу церковь и наших потомков также готовит. Поэтому Бог, Он просто и зальёт своё благословение в тот момент, когда мы будем готовы. Не то, что нам надо сейчас что-то усердно делать. Нам необходимо знать Божье направление и держаться за это. И тогда, чтобы мы могли осуществить эту работу, Бог, Он благословит. Поэтому вы особо не беспокойтесь. Вот не усилие, не что-то делать, а вот это моё сердце, чтобы быть использованным ради этого дела, чтобы держаться за это Божье дело, вот это достаточная месть. Вот сейчас посмотрим на сегодняшнее место из Писания. Моисея 80 лет, когда он говорит это слово. И что мы видим? Мы видим, что в сегодняшнем месте из Писания эпоха Моисея закрывается, заканчивается, и открывается новая эпоха. И вот здесь Моисей, чтобы открыть новую эпоху, Он ставит вместо себя Иисуса Навина. И вот для Моисея, конечно, важно то, что было в прошлом, но осталась намного важнее, намного более важная работа — это поставить потомство вместе с самого себя. Поэтому он поднимает Иисуса Навина. Иисус Навин был человеком, который видел, что Бог делал с Моисеем, знал призвание Моисея, и теперь он знал, что необходимо делать в будущем. И с новым служением Иисуса Навина было связано также поднятие новых ремнентов, нового потомка. И, возможно, кто-то скажет, «Ну, я сейчас уже в возрасте, что я могу сделать?» «Ну, я уже состарился, силы уже толком нет». «Что я могу сделать вообще?» Но не обманывайтесь. Есть благословение, чтобы поднять следующее поколение, следующее поколение благовестников, миссионеров. Вот это благословение Бог нам приготовил. И для Моисея вот это самое важное служение. Смотрите, у вас есть Евангелие, да? Вы наслаждаетесь благодатью. Это не только для вас. Необходимо нашим потомкам, будущим поколениям благовестников, помочь, чтобы они тоже в этом имели постоянство, чтобы они с этим выходили на все местодействия. И вот это ваше служение, это ваше благословенное служение. Вот посмотрите на сегодняшнее место в Писании. Значит, Моисей говорит Иисусу, что ты овладеешь ими. То есть ты овладеешь землей тех народов. Ты овладеешь теми народами. То есть когда буду переполнен благодатью, силой Евангелия, когда буду жить Евангелие, тогда вот это возможно. То есть здесь вот очень важное, говорится. Вот смотрите, сегодня у нас первые служения, в новом, да, уже в новом помещении. Бог дает такое очень важное слово. Послушайте, если действительно, вот что нам необходимо сделать, это поднять следующее поколение, как благовестники, миссионеры. И вот эти поколения, новые, как Иисус Навин, которые были подняты, которые были подняты через Моисея, действительно, они завоевали Ханан. Это послание как раз, которое Бог нам дает. Потому что это послание Церкви Хана, это послание, которое Бог дает не вам. Потому что вот вы, которые в эту эпоху являетесь, как духовные Моисеи, поднимите таких потомков, как Иисус Навин, для того, чтобы остановить проклятие и бедствие трудности в эту эпоху. То есть Бог дает нам вот такое благословение ради спасения 237 стран. Итак, первое, что необходимо сделать? Есть то, что нам необходимо помнить. И то, что необходимо сделать, чтобы потомки помнили. Написано, скажет, вы овладеете землёй твой. Как овладеть землёй твой? Вот в Библии говорится вот о самом важном ответе. И это ответ, который необходимо знать, иметь и передать потомкам. Значит, в Библии есть самый важный ответ. Нам необходимо знать его, наслаждаться и передать следующим поколению. И необходимо правильным образом их поднять, для того, чтобы они всегда находились в действии Евангелия, чтобы они стали главными героями евангелизации мира. И потом, через вот этих наших потомков, Бог даст ответ, что местодействия будут завоёваны. вот нам необходимо самим этим наслаждаться и обязательно рассказать о трёх видах царства. Нам знать и потомкам рассказать. Значит, есть земное царство и есть царство сатаны, которое завоевало это земное царство. И есть то царство Божие, которое может разрушить царство сатаны и спасти царство земное царство. Вот эту тайну трёх царств нам необходимо самим знать и передать потомков. Только тогда Евангелие будет иметь постоянство, будет иметь продолжение. И тогда наши потомки будут жить силой Евангелия, завоёвывая этот мир. Но мы с вами сейчас принадлежим этому земному царству и живём, правильно? Ну вот мы живём в этом земном мире, правильно? И, конечно же, вы здесь усердно живёте, прилагаете усилия. и вот вы живёте здесь для того, чтобы достичь успеха. Ну и, конечно, может быть, то, что у вас получается здесь на земле. И, возможно, вы сейчас восполняете какие-то необходимые вещи и так живёте с наслаждением. Но это не всё, не всё. даже если мы с вами живём на этой земле, хорошо кушаем и живём в комфорте, но даже если мы хорошо кушаем, мы можем быть счастливыми, мы можем нормально жить. Значит, в этом мире хорошо кушать, восполнять нужды, мы не можем таким образом совершить всемирную евангелизацию. Конечно, если будем хорошо кушать, будем хорошо жить, но мы не можем победить духовный мир. мы не можем мирскими вещами победить духовный мир. Вот это очень точный факт, вот это очень важно. То есть духовный мир нельзя им пренебрегать. Ну вот вы же знаете, вот те, кто в возрасте особенно, вот особенно те, кто вот всегда прожили тяжёлую жизнь, и вот они имеют такую надежду на Царство Небесное, но очень важно эта земля, на которой мы с вами живём. Но как бы люди не преуспели в этом мире, вот этим успехом мирским невозможно спасти мир, невозможно совершить всемирную евангелизацию. И ещё есть одна страна, вот если ещё одно есть царство, и вот если посмотреть, в Ефесян 2, 2 сказано дух, который действует в воздухе. Вот если вы посмотрите в Ефесянам 6-го, сказано, что наша война не против поти и крови, а против кого-то, да? Против мироправителей, властей, тьмы века сего. Значит, смотрите, ещё раз скажу, мироправителей, то есть это политики, нам необходимо молиться за политики, за политиков, почему? Потому что они находятся во власти злого духа, поэтому они могут спровоцировать такие серьёзные происшествия в мире. И то есть Библия говорит, что есть не только земной мир, но есть другой ещё мир, есть тот, кто управляет всем в воздухе, это злые духи. И вот мы не можем это как-то проверить, может быть так, но это факт. И вот значит, нам необходимо говорить об этом злом духе, который действует в воздухе, но мы упускаем это, мы не говорим. Почему? Из-за земного царства. Но сказано, что злой сатана, он сейчас захватил всю власть в воздухе. и сейчас вот этот сатана, который держит в воздухе, который держит всю власть в духовном мире, вот он сейчас производит огромные проблемы по всему миру, особенно вот эти три организации. И вот в будущем вот эти три организации, они создадут культуру, и весь мир будет испытывать проблемы из этой культуры. вот сейчас вот эти три организации, они сейчас запускают третью, четвёртую индустриальную революцию. И получается, люди будут получать влияние от этой третьей, четвёртой индустриальной революции. Но в то же время развивается вот эта тёмная культура, вот эта медитация, и получается вот эти два движения вот эти, они будут оказывать огромное влияние на мир. Поэтому вот в нашу эпоху только одно это, или Дух Святой, или Злой Дух. Либо же будут люди, которые будут наполнены Духом Божиим, осуществлять Царство Бесное на этой земле, либо же наоборот будут люди, которые будут наполнены Злым Духом и из-за которых будет бедствие приходить в этом мире. Вот посмотрите на мир. вот сейчас три организации, они имеют силу духовную, они сейчас завоевывают весь мир. Вот как исполины делают. А христиане? А у христиан силы нет. У буддистов и то больше. По сравнению, даже с шаманами силы нет. Вот. Почему нет силы? Да потому что у христиан только интерес в материальном, в плотском, в духовном вообще нет интереса. Поэтому силы нет. Поэтому сатана всё отобрал. Вот эта сатана, которая держит всю власть в воздухе, он сейчас завоевал весь мир. Но у нас с вами власть, а держать победу над этим сатной. Я бы оставляю, что вы восстановили духовную силу, потому что мы с духовной силой, духовной силой, нам необходимо помочь нашим детям учиться. Духовной силой необходимо жить в вере. а люди духовной силы не имеют в церкви. Поэтому христиане прислуживают этим людям, которые наполнены злым духом. Поэтому необходимо восстановить духовную силу и совершать всемирную евангелизацию. И Бог нам уже пообещал эту силу. Послушайте, есть та духовная сила, которую Бог нам уже дал. значит, мы уже имеем эту силу, но мы упускаем ее. Но мы даже не можем знать о ней. Почему? Потому что интерес только в плоском материальном. Более того, сходите на гору Пальгансан, вот там на вершине есть буддийский храм, и там люди, вот эти буддисты, вот эти монахи, у них есть духовная сила. И вот люди, вот верующие, они все стали рабами. Рабами денег, рабами материального. Поэтому прислуживают этим людям, которые обладаем злыми духами. Поэтому очень важно это земной мир, но очень важно также знать, что это царство сатаны, которое захватило земное царство и держит всю власть в воздухе. И сейчас сатана действительно он завоевал все. Но вот это земное царство и царство сатаны, оно может в один момент разрушиться. Вот Бог, Он ради этого благословения призвал меня, вас и наших потомков. Что это за тайна? Земное царство и царство сатаны. оно разрушается в один момент. Из-за чего? Это то, ради чего пришел Господь и прибыл три года на это и три года вел служение на земле. Значит, как только первое слово сказал наше Господь во время служения и последнее слово. О чем Он говорил? О Царстве Небесном. Матфея 6.33 сказано «Не молитесь, что пить, что есть, во что одеваться, ищите прежде Царства Божьего и правды Его». Последние свои дни, в течение сорока дней, Иисус собрал учеников и говорил им о делах Царства Небесного. То есть, говорил о Царстве Небесном, которое может разрушить Царство Сатаны. Это благословение престола Божьего. И вот этот Господь, который на престоле, это триединный Бог. И вот этот триединный Бог, Он и сейчас действует огромной превосходящей силой. И Бог, Он действует в нашей жизни, вот этими благословениями силой действует, жизнью действует. И Он дает нам ответы, чтобы мы могли спасти и прошлое, и настоящее будущее. Поэтому вы действительно молитесь. Это престол Божий, это Царство Небесное. Вот достаточно за это молиться. Вот послушайте, с этим благословением престола куда необходимо идти? В 237 стран надо идти. Почему Бог дает нам благословение престола? Чтобы мы могли спасти 237 стран, а иначе мы не можем спасти 237 стран. Для того, чтобы наши потомки стали главными героями евангелизации 237 стран, Бог это благословение престола. Поэтому это благословение престола превосходит пространство и время. И действует вплоть до 237 стран. Вот я говорил на прошлой неделе. 393 за вот этого хватитесь и 24 часа на этом сосредоточьтесь. И тогда Бог будет открывать двери. Вот нам за это только надо молиться. Земное царство, царство сатаны и царство Божие, которое во мне находится. И я получаю благословение это царство небесного, я его передаю другим. И потом необходимо также создать шедевр царства небесного. Чтобы необходимо также приложить жертвенность, чтобы наши потомки были использованы ради этого, ради царства Божьего, ради престола Божьего. И внутри этого благословения престола Божьего находятся все благословения. Я благословляю, чтобы вы это испытали. Как мы можем победить царство сатаны? Для начала надо не обманываться земным царством. Затем есть царство сатаны. Как победить царство сатаны? Только царство Божье. И когда мы держимся за это и молимся, тогда Бог дает благословение и ведет нас к евангелизации 237 стран. Я благословляю, чтобы вы начали испытывать этот ответ. Во-вторых, Иисус Навин увидел послание для 237 стран через Моисея. Еще раз. Иисус Навин увидел послание для 237 стран через Моисея. Поэтому очень важно нам поднять следующее поколение, которое будет спасать 237 стран. Значит, послушайте, когда потомки на вас будут смотреть, они должны понять, что такое 237 стран ухватиться за послание евангелизации 237 стран. И вот ради этого благословения Бог поднял меня с вами. А если я буду только что кушать, что пить, вот так буду жить, тогда что это такое? То есть нам необходимо почему сейчас жить? Чтобы наши потомки, смотря на нас, открыли глаза на 237 стран и поняли, ага, вот для чего необходимо жить. То есть подумайте о наших потомках. И вот я желаю, чтобы вы хорошо воспитывали своих детей. людей. Вот кто-то говорит, вот сейчас вот там вот с детьми не получается, то не получается. Это не так. Послушайте, нам все наши церкви необходимо объединиться ради 237 стран. И тогда наши потомки не увидят это. А если мы будем говорить, ой, они то делают, они то не делают. Вот это наша ошибка, так говорит. Необходимо, чтобы потомки увидели наше сердце. А, вот наши взрослые, они держатся за 237 стран мира. Да, конечно, они не идеальные, есть недостатки, но Бог через них евангелизирует 237 стран. Вот это благословение наших взрослых, которые должны получить в церкви Хана. И вот посмотрите на сегодняшнее место в Писании. Значит, Иисус Навин, Он увидел, Он ухватился за послание евангелизации 237 стран через Моисея. Значит, вот Моисей, Он в течение 40 лет Он вел народ по пустыне. Значит, почему Бог Он вел 40 лет по пустыне? Потому что надо было поменять полностью всю ту сущность, которую приобрели в Египте. Потому невозможно было с этой старой сущностью зайти в Ханан. Поэтому Бог Он готовил. И потом мы видим, что Бог призывает Моисея на горе Хариф, и Он дает ему слово для спасения 237 стран. Что это? Жертва крови. И когда они выходили, израильский народ из Египта, были различные чудеса. Вот вы знаете, первое чудо было эта речка Нива, она стала полностью в кровь превратилась. Но почему это Бог сделал? Бог это сделал ради того, чтобы ухватили за организацию 237 стран. Почему Бог разделил это Черное море? Так же самое, потому что Бог показывал им завет 237 стран. И все, тот, кто это видел, это Иисус Навин. Поэтому Моисея поднимает Иисуса Навина, потому что Иисус Навин все видел, и Он знал послание Божие. И потом в пустыне Бог через Моисея что делает? Восстанавливает три праздника, потом скинию ставит, шатры, но Израиль, они не знали тайну трех праздников, скинии, потом Ковчег Завета, поэтому они стали рабами. И Бог через Моисея в пустыне восстанавливает это все. Три праздника, скиния, затем Ковчег Завета. Почему? Потому что это все было связано с его назоваться 237 стран. Поэтому достаточно только нам открыть глаза на все это. Сами подумайте, скиния. В скинии было три двора. Двор для иностранцев, двор для молитвы, двор для детей. И пока Иисус следовал за Моисея, он вот это все увидел. То есть вот таким образом у Иисуса открылись глаза на 237 стран через Моисея. И вот если посмотреть на первую главу книги Иисуса Навина, там Бог говорит, что Иисус Навину, вот как я был с Моисеем, так я буду с тобой. Будь твердым, мужественным. то есть Иисус то есть также в жизни Иисуса Навина, который видел завет 237 стран через Моисея, в его жизни произошло действие, которое не было и не будет больше, когда остановилось солнце, да, остановилось. И потом Бог дал завет и Бог совершил завоевание Ханана. То есть вот такой был Божий план на завоевание Ханана. И через кого Бог это совершал? Через Иисуса Навина, который видел завет 237 стран. Поэтому за что нам необходимо ухватиться? Эпоха 237 стран. Это Божье желание. Поэтому все люди, которые видели завет 237 стран и которые готовили следующее поколение, все эти люди были использованы Богом, увидели Божье действие и вот эти люди описаны в Библии. Почему? Потому что в Библии завет 237 стран это самый важный ответ. Поэтому нам необходимо сегодня с вами ради этого ответа готовиться. Нам необходимо сердце свое в сердце вложить этот завет. Ну неужели Бог не начнет действовать тогда? Я желаю, чтобы действительно вы получили это благословение по которому Бог будет действовать. Я благословляю вас на это. Давайте помолимся. Бог, благодарим тебя. Ты открыл 237 стран. И ты будешь использовать наших потомков. Помоги нам быть в этом использованном. Благослови всю церковь Хана ради этого. И, Господь, ты просто сделал нас церковью, которая будет радовать тебя, которая будет использован с тобой. Пожалуйста, действуй во всем. Молюсь во имя Иисуса Христа с благодарностью. Аминь.